В свалку превратилась одна из улиц поселка Шевченко-3. Запущенная Алексеем Костусевым программа «Город без окраин», видимо, осталась только на бумаге. Ведь жилищные условия в этом отдаленном районе только ухудшаются. На протяжении последних лет работники коммунального предприятия «Городские дороги» сваливают мусор прямо на улицах Шевченко-3. Выходя за ковритку, жители этих домов оказываются не на улице, а на свалке. Уже несколько лет работники коммунального предприятия «Городские дороги» сваливают на окраине поселка Шевченко-3 мусор, который собирается по всему жиломассиву Котовского. Они потом подметают это все и привозят, чтобы не везти на свалку, привозят сюда. Экономят свои или деньги экономят, или делают на этом деньги, как говорят у нас. Отвезти мусор на свалку значит сделать большой крюк, так что дорожники экономят горючее. В итоге часть стоянки дорожной техники и улица заполнены грязью, пылью и мелкими бытовыми отходами. Тут же рядом коммунальщики свалили гору Сори для посыпки улиц. В ветреную погоду соленая пыль влезет в воздухе вместе с ужасным запахом гнили. И все это с молчаливого согласия муниципальной власти. Обращались в горы с полком, как его название сейчас, в горы с полком, туда по горячей линии звонил, я никакого ответа нету. Обращались в наш райисполком, обращался в прокуратуру. Это уже не один год все это длится, никаких этих изменений нет. Они что хотят, вот то и делают. Застать на рабочем месте руководства дорожников нам не удалось. Сотрудница, с которой пообщалась съемочная группа, пыталась обвинить в организации свалки «Инфоксводоканал». А какую мусорку? Ну у вас тут свалка прямо под забором, местные жители жалуются. Мусорка, которую мусорку свозят, со всего города собирают и сюда свозят. Вы не видели, приходите ли? Я знаю, что там водопровод сыпал. Нет, именно у вас на территории, где вагон открытый, вот за эту мусорку. Да, это да. Поговорить с местным руководством мы смогли только по телефону. Факт наличия свалки в КП все же признали, как и свою ответственность за нее. Съемочную группу клятвенно заверили, что уже через неделю начнут убирать мусор. Но подобным обещаниям в Шевченко-3 уже не верят. Ну мы не верим, потому что обещания давал и предыдущий начальник ДЭО, и нынешний сейчас начальник ДЭО давал обещания, но никаких изменений. В прошлом году летом вывозили, но до конца они ее не вывезли. Это вывозили именно с территории, вот видите, забор уже закрыли, оттуда вывозили. А вот здесь что, на улице, это они все просто разгребали по дороге. Сторонники КП «Городские дороги» в один голос утверждают, для вывоза мусора на официальную свалку муниципалитет просто не дает денег. В то же время местные жители уверены, что дорожники просто разворовали выделенные на горючее средство. Как бы там ни было, результат один. Мусор ужасно воняет, а на зубах скрипит соленая пыль. Покидая Шевченко-3, на дороге можно увидеть один из многих билбордов во славу Алексея Костусева. Поселок оказывается благоустроен в рамках программы «Город без окраин». Как говорится, не верьте своим глазам, верьте рекламе. Константин Гак, Вячеслав Ласштаба, телекомпания «Круг».